Теперь давайте мы поговорим о спектре значений повелительного наклонения. Да, повелительное наклонение это, конечно, не совет, но повелительное наклонение не всегда повеление. Повелительное наклонение может быть и повелением, мы с вами говорили, просьбой, и еще кое-какие оттенки, значения у него могут быть. Ну, начнем, собственно, с повелительного повеления. В учебнике у вас приведена пара примеров такого вот изъявительного употребления повелительного наклонения из Марка 2.14. Околутейму. Следуй за мной. Кстати, обратите внимание, околутейму. Эпсилон слитный глагол. И так как он эпсилон слитный, то эпсилон основы сливается с эпсилоном, который стоит в конце повелительного наклонения. И вместо околутей мы видим околутей, что очень легко перепутать с третьим лицом в единственном числе изъявительного наклонения. Нужно, важно помнить околутейму, эпсилон слитный глагол. Важно разглядеть, что здесь случилось слияние, отмотать его назад и осознать, что мы имеем дело с повелительным наклонением. Но по значению, собственно, следуй за мной. Повелительный. И из марка 6.37. ДОТЕ АУТОИС ХЮМЕЙС ФАГЕЙН ДАЙТЕ ИМ ВЫ ЕСТЬ. Ну, ВЫ ДАЙТЕ ИМ ЕСТЬ. ДОТЕ. Мы с вами глагол еще не изучали. Глагол ДИНАМИ с корнем ДО, которому сразу же добавлено окончание Т. В следующих уроках мы с вами обратимся к так называемым глаголам НАМИ и обсудим особенности ФОМ. Пока вам придется поверить, что это форма аориста повелительного наклонения от глагола со значениями давать. Но нас сейчас интересует другое, просто особенности употребления, то есть повелительное наклонение здесь прекрасно. ДАЙТЕ, СЛЕДУЙ ЗА МНОЮ, ДАЙТЕ и так далее. Повеление, чтобы кто-то что-то сделал. Но есть также и повелительное наклонение опрошения. Дальше у вас в учебнике. Перейдем к примеру из Луки 11.1. КЮРЕ, ДИДАКСО ХУМАС, ПОСОРУХАСТАЙ. ГОСПОДИ, НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ. ДИДАКСО – это аорист повелительного наклонения. От ДИДАКСО, от второго лица и единственного числа. Напомните, окончание СОН. Но СИГМА, вот эта схема ДИДАКСК, вот эта схема ССК, произоимодействовала, дала КСИ, и ДИДАКС получилось. Поэтому СИГМА там спрятано, но ОН, окончание, мы видим, понимаем, повелительное наклонение. ГОСПОДИ, НАУЧИ. Ученики не приказывают Господу, ну и Господу не приказывают, но Господа просят, и просьба может быть выражена с помощью повелительного наклонения. Научи нас молиться. Ну или знаменитейший текст «Молитва, учи наш», здесь ее фрагмент из Матфея 6, 10, он приведен. Эл-тэто, хэбэсэлэээсу, генэ-тэто, то тээлэмасу. Эл-тэто, это аурист, повелительное наклонение от глагола ЭХАМАЙ. Ну это глагол с несколькими корнями, потому ЭХАМАЙ, а в ауристе ЭЛТОН с этой изъявительном наклонении, с убранным превращением псевсилона в повелительное наклонение ЭЛТ, корень Э, соединительное гласное, то. Вот это ЭТО у второго ауриста, здесь корень сильно изменился, потому второй аурист, она выглядит так же, как и у глаголов настоящего времени. Вот это повелительное наклонение третьего лица, да придет царство твое. Опять-таки, когда речь идет о Божьем царстве, то здесь не повеление к царству или к Богу, а здесь пожелание, прошение, чтобы царство пришло. Так же, как и генетето, форма ауриста, страдательного залога от глагола ГИНАМАЙ. Но ГИНАМАЙ глагол, вы понимаете, он в действительном залоге не встречается в настоящем времени, не встречается в ауристе, кстати, в перфекте встречается, но в других именах нет. И здесь форма с суффиксом ТЭ, это не страдательность в обычном смысле, это просто следствие истории этого глагола, это из тех глаголов, которые часто называют отложительными. Так что глагол ГИНАМАЙ в ауристе в страдательной форме по-прежнему имеет значение там быть, становиться и так далее. И в данном случае, да будет, опять же, это повеление, велительное наполнение третьего лица, но это не приказ воли Богу и так далее, это выражение прошения с нашей стороны, да будет воля Твоя. Когда мы молимся, мы используем форму повелительного наклонения, но контекст молитвы помогает нам понять, что повелительное наклонение используется как прошение. Так что в учебнике у вас два варианта, то есть вылезъявительное повелительное наклонение и повелительное наклонение прошения. Ну, чтобы мы получше понимали спектр возможных вариантов, давайте еще пару примеров. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 19 стих. Это когда Иисус пришел в храм, разогнал там продающих и так далее, вызвал вопросы со стороны людей, обладающих властью по поводу того, какой властью он это делает. И вот, 19 стих 2 главы, «Эпикриты Иисус кай эйпен аутоису». Ответил Иисус и сказал им, «Лусате тон наон туто, кай эн триси хэмерос эгеро ауто». «Лусате» — это глагол «лула» в аористе повелительного наклонения. Видите, «лу», «са», «те». «Лу» — основа, «са», образующая аориста. И «те» — второе лицо, множественное число повелительного наклонения. Разрушьте храм этот, и в три дня я воздвигну его. Там дальше мы, читая текст, понимаем, что Иисус говорит о своем теле, самого себя называет храмом. И действительно, храм, как место особого присутствия Бога, это очень хорошо применимо к Иисусу. Слава Божия обитала не в том строении, которое было в Иерусалиме. Слава Божия прежде всего обитала в самом Иисусе. Он собой в каком-то смысле заменяет храм, так же, как и многие другие вещи. И свое тело Он называет храмом, «разрушьте храм сей». Но нам сейчас другое интересно. Когда Иисус говорит, «разрушьте». Это просьба? Нет. Это повеление? Не совсем. Иисус, конечно же, не призывает этих людей вот сейчас его убить, но скорее имеет в виду, если вы разрушите, или даже когда вы разрушите, я в тренинг воздвигну его. И здесь повелительное выклонение превращается в некое условие. Если вы разрушите, то я воздвигну. И мы должны понять, что повелительное выклонение, да, да, не только повеление, и даже не только просьба, это иногда и вот разрушите. Не в том смысле, что я вам приказываю это делать, а вот только говорю, ну вот если вдруг так произойдет. И вот такие утверждения, повелительные по форме, но не по содержанию, они возможны в языке. По-русски мы разрушите храм все и нормально переводим, нормально понимаем, о чем идет речь. И должны нами учитываться предвозмышлений и толкований. Ну, давайте просто пример того, как еще это работает. От Матфея 23.32. Это из текста, когда Иисус обличает фарисеев, и прямо перед этим говорится об их отцах и неправильном их поведении, о котором убивали пророков, сейчас я навесту этому гробнице, и 32 стих. И вы наполните, дополните меру отцов ваших. Когда Иисус говорит, дополните меру отцов ваших, то мир отцов их, это не что-то доброе. Отцы их убивали пророков, у отцов их есть вина. И он говорит, дополните, не в том смысле, что он желает такого вот дурного поведения с их стороны, но есть некая аркастичность, может быть, в его словах, дополните меру, доведите до конца, испортите все. И опять-таки, повелительное наклонение это не выражение желания, это выражение даже может быть нежелания, но мы должны понимать, насколько гибко употребляется язык, который включает в себя вот такие вот саркастичные утверждения в том числе. Вот это вот соображение об условном, о таком саркастичном употреблении повелительного наклонения может быть нам чем-то полезно, когда мы сталкиваемся с очень непростым текстом из послания к Ефесянам, четвертой главы. двадцать шестой стих «Аргидзасте кайме хамартанате» «Гневайтесь и не грешите». Зачем некое повеление гневаться содержится в этом тексте? Особенно это странно, потому что, если вы дочитаете главу до конца, то вы увидите, что там явно и категорично высказывается Павел против гнева и говорит о том, что гнев – это то, что причиняет печаль Духу Святому, а здесь он говорит «гневайтесь». И потом сразу же после этого говорит о том, что до захода солнца проблему нужно разрешить и еще «не давайте место дьявола» предупреждает, видимо, о том, что гнев может привести к серьезным последствиям. Но не гневайтесь и не грешите. Это цитата из Ветхого Завета, это еще несколько осложняет ситуацию, потому что Ветхозаветный текст, по крайней мере, еврейский, можно перевести как там «тряситесь и не грешите», и трястись можно не только от гнева, но и от страха, но в Септуагенте перевели как «гневайтесь», и Павел процитировал это как «гневайтесь», это как-то надо вписать в данный контекст. Одно из возможных решений это предположить, что здесь «гневайтесь» не в том смысле, что Павел говорит, вы должны разгневаться и обязаны разгневаться, но скорее такой вот условный вариант, если вы разгневались, то не превращайте это в грех. Будьте внимательны, дьявол этим может воспользоваться, и затянувшийся гнев может быть проблемным, и так далее. Ну, гнев по-разному может возникать, иногда правильно, иногда неправильно, ну, сам по себе источник гнева может быть, но гнев человеческий не говорит правды Божьей, заканчивается, как правило, все это плохо, поэтому внимательно отнестись и сетесь к ситуации гнева, и синодальный перевод, чтобы, может быть, смягчить это, но с другой стороны и передать возможность какого-то условного прочтения, перевод гнева, если не согрешайте, что, похоже, не слишком далеко от замысла Павла. Но мы к этому тексту еще вернемся, когда будем обсуждать в следующем году повелительное наклонение, однако вот то, что мы сегодня видели в отношении повелительного наклонения, когда не только повеление, разрушьте храм, но это не значит, что Иисус промечтает об этом, дополните меру отцов ваших, но это не значит, что это нужно хорошо и так далее, гневайтесь и не грешите, это не значит, что мы обязаны гневаться, но учитывая реальность гнева, мы должны постараться не превратить все в эту сферу грех. Так что спектр употребления повелительного наклонения довольно широк. Ну и давайте просто, чтобы нам еще привыкать к повелительному наклонению, прочитаем просто несколько предложений, содержащих повелительное наклонение, чтобы нам посмотреть на то, как это вообще выглядит. Такие предложения, где побольше повелительных наклонений было. Начнем с восьмой главы Евангелия от Матфея, четвертый стих. Кайлэйгэй, аутоисху Иисус. И говорит им Иисус. Хура. Хура, что это такое? Это повелительное наклонение от хурау. Видите, никакого окончания нет. Эпсилон соединительное гласное съедено альфой. Харау – это альфа-слитный глагол. И у нас просто остается хура. Хура имеет значение... Смотри. Второе лицо, единственное число. Мэдэни эйпэс. Никому не говори. Эйпэс – это сослагательное наклонение, это неповелительное наклонение, но мы с вами говорили, что мэ плюс сослагательное наклонение регулярно используется в закрепах. Алла, хупагэ, но иди, хупаго, в повелительном наклонении. Видите, эпсилон здесь, она хорошо видна, здесь никаких проблем нет. Хеутон, дейксон. Себя покажи. Глагодный глагол дейкнуми, мы его еще не изучали, но, по крайней мере, ксон вы видите, сигму плюс окончание он, аорис повелительного наклонения, то хирей, священнику, кай вос эненкон, то дон. Здесь, может быть, немного сложноватая форма во многих отношениях, но, во-первых, эненк – основа, это аорис от глагола фэрру, это глагол с несколькими корнями, и нужно все эти корни заучить, но прост приставка «принеси». Теперь у нас есть окончание он, и хотя стандартное окончание для аориста повелительного наклонения второго единственного до сон, но вот в данном случае у нас осталось только он. И такая вариация возможна, и вот мы смотрим как раз на этот текст, чтобы вы увидели это и осознали, что сигму вы не всегда встретите. Да, мы учим основные правила, но, к сожалению, отступление от этих правил бывает. И принеси тон Доран, дар, который там предписал Моисей и рассвидетельствование. Смотрите, когда вы встретили вот такой глагол, я могу допустить, что ни сам глагол, ни форму вы не распознаете, ну хорошо, разок за другой, там третий, можете глянуть там словаре, справочнике программы и так далее, но постепенно привыкните, и все равно вот это вот, он повелительный есть. В данном предложении у нас есть и глаголы от настоящего времени, «Хура! Смотри! Иди! И смотреть! Идти!» Да, это вот некая процессуальность, и «Покажись! И принеси! Аористы!» Это просто факт. Вот, какое-то время смотрят, какое-то время идут, раз и главное, чтобы показал, раз и главное, чтобы принес. И здесь мы вот чувствуем разницу между Аористом и настоящим временем. Еще один пример, давайте мы посмотрим, тоже из моего Евангелия от Матфея, 19.21. Я просто выбираю стихи, где много повелительных наклонений. «Эфы аутохо Иисус», сказал ему Иисус. «Эй, телоис, телоис, эйнай, если хочешь совершенно быть, хупага, уже это слово встречали, «Иди полэсон сута упахонта». «Полэсон» – это аорист, имеющий значение «продать». «Продай твою собственность», «кай дос» и «дай». «Дос» – это аорист повелительного наклонения глагола «дидами», глагол «нами», и мы их форму отдельно будем изучать. То есть «птохоис» и «дай нищем», «кай хексейс», «хексейс» – это будущее время от глагола «эхо», вы помните, у него корень «сэх» и сигма в будущем времени превращается в густое преддыхание, «и будешь иметь» «тесарон эн уранойс», «и будешь иметь сокровища в небесах», «кай дро акулутейму», и «давай», ну да, вот такое слово, значит, некий призыв сделать что-нибудь, часто вообще никак не переводится, «акалутейму», «следуй за мной». «Акулутей» – это повелительное наклонение настоящего времени от глагола «акалутейму», но «эпсилон» с литным, его сегодня рассматривают, две «эпсилона» слились, дали лифтон к «эй». Если бы вы перепутали все-таки форму и подумали бы, что это третье лицо единственного числа глагола «калутейму», увидев это «эй», что бы у вас получилось, да? И «давай», «он следует за мной». Кто такой он? Почему он? Вообще никак в текст не вписывается. В тексте мы явно сейчас ожидаем призыв следовать. Это подсказывает нам, что надо быть внимательными к форме и что вот наше ощущение, что «а, вот вроде бы третье лицо, оно не верно». Так что сказал ему Иисус, «если хочешь совершенно быть, иди в настоящее время, продай, Аорис, твое имение, и дай, Аорис, дай нищим, и будешь иметь сокровища в небесах, и следуй в настоящее время, процесс очень, естественно, какое-то время всегда должен следовать за мною». Ну и последнее Откровение 22.7. 22.17. Давайте мы посмотрим. Почти самый-самый конец. И дух, и невеста говорят Эрху. Эрху – это форма повелительного наклонения среднего залога от Эрхамай. Эрхамай не встречается в действительном залоге, и повелительное наклонение Эрху – тоже, вот видите, среднестрадательная форма отречения Эрху, вот его надо запомнить. И дух, и невеста говорят «приходи». Ну, тут вообще, когда речь идет о пришествии Господа, то все время употребляется глагол Эрхамай, глагол настоящее время, и настоящее время здесь подчеркивает близость и обязательность того, что пришествие произойдет. Поэтому да, по-русски, наверное, мы переведем «приди», ну, вот тут, и, вот, как будто бы он уже в пути, да, поэтому Эрхамай, и в повелительном наклонении тоже самое привычное слово. Итак, «приди». Кайхо Окуон Эйпато и слышащий Эйпато это аорис повелительного наклонения от Лего, многокринной глагол Лего Эйпо, здесь Эйп, А, типичное для Ористо, и ТО, окончание третьего единственного повелительного уклонения. Пусть скажет повеление, и слышащий пусть скажет, и да, скажет. Эрхуприди, Кайхо, Гобсон и жаждущий Эйхэсто, а тоже глагол Эрхамай, тоже среднестрадательный залог, но в данном случае у нас форма третьего лица, единственного числа, видите, ТО, СТО, и жаждущий пусть приходит, жаждущий да, приходит, повеление в третьем лице. Хо, Телон, желающий, Лабето, Лабето, тоже повеление в третьем лице, видите, это Аорист, Ламбану, поэтому корень, не Ламбану в настоящем времени, здесь Лаб, жаждущий пусть возьмет Хюдор Зуэс Дорен воду жизни да. Итак, и дух, и невеста говорят приди, и слышащий пусть скажет приди, и жаждущий пусть приходит, желающий пусть возьмет воду жизни да. Ну, видите, довольно частое явление повелительное наклонение до пяти штук в одном стихе. Конечно, таких стихов, где по пять штук не так много, но все равно повелительное наклонение, распространенная конструкция часто встречается. зашел, зашел, зашел. Продолжение следует...